Сегодня мы будем читать сказку Ганса Христиана Андерсена из сборника сказки. Первое произведение называется «Пастушка и трубочист». «Пастушка и трубочист». Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени, и весь изукрашенный резьбою в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф, наследство после прабабушки, и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой, розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил зубы. Такую гримасу уж никак не назовешь улыбкой. У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлонок. Трудно выговорить такое имя, и немногие удостаиваются подобного титула. Зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну, да все-таки вырезали. Он вечно глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолоченные, платьице слегка приподнято и подколото алой розой. На головке красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну, просто прелесть! Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора. И сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка. Он ведь только изображал трубочиста, и мастер точно так же смог бы сделать из него принца все равно. Он примило держал в руках свою лестницу. Личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни. И это было немножко неправильно, следовало было ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой. Так их поставили. Так они и стояли. Стояли, стояли. Да и обручились. Они были отличной парочкой. Оба молоды, оба из фарфора, И оба одинаково хрупки. Тут же стояла еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец, который кивал головой. Он был тоже из фарфора. И называл себя дедушкой маленькой пастушки. Но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть. И потому кивал головою обер-унтер-генерал-комиссар-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку. Вот так муж у тебя будет, сказал как-то старый китаец-пастушке. Я думаю даже, что он из красного дерева. Он сделает тебя обер-унтер-генерал-комиссар-сержантшей. И у него целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потайных ящичках. Я не хочу в темный шкаф, запротестовала пастушка. Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен. Так ты будешь двенадцатый, категорично заявил китаец. Ночью, как только в старом шкафу затрещит, мы сыграем на вашу свадьбу. Да, да, не будь я китайцем. Тут он кивнул головой и заснул. Пастушка заплакала и с мольбою посмотрела на своего милого. Прав, я попрошу тебя, сказала она, бежать со мной, куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться. Твои желания мои, ответил трубочист. Пойдем хоть сейчас. Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом. Только бы нам удалось спуститься со столика, вздохнула она. Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда. Трубочист успокаивал ее и показывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу. Таким образом, они благополучно спустились на пол. Но взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и вертели ими во все стороны. А обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлонок высоко подпрыгнул и закричал. Они сбежали! Сбежали! От этого крика старый китаец проснулся и закачался из стороны в сторону. Внутри его катался свинцовый шарик. Ай, старый китаец гонится за нами, закричала пастушка. Беглецы слегка испугались и быстро прыгнули в выдвижной ящик под окном. В этом ящике хранились три-четыре неполные колоды карт и крошечный кукольный театр, который был расставлен, насколько это позволяло место. В театре шло представление. В первом ряду сидели все дамы. Червоные, бубновые, трифовые, пиковые, и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты. У каждого из них было по две головы. Одна наверху, другая внизу. Пьеса была о двух влюбленных, которым никак не удавалось соединиться. И пастушка, глядя на них, заплакала. Спектакль напомнил ей свою собственную участь. — Ах, я не могу больше выдержать, — пролепетала она. — Выберемся отсюда. — А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду? — спросил трубочист. — Подумала ли ты, как велик мир? Подумала ли о том, что нам нельзя будет вернуться назад? — Да, да, — ответила она. — Я согласна. Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал. — Моя дорога идет через печную трубу. — Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? — Там-то уж я знаю, что мне делать. Мы заберемся так высоко, что нас не достанут. В самом же верху есть дыра. Через нее можно выбраться на белый свет. И он повел ее к печке. — Как тут черно! — вздохнула пастушка. Но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью. — Ну вот мы и в трубе, — сказал трубочист. — Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка. На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывая им дорогу. Дорога была ужасная. Они все лезли и лезли. Выше да выше. Впрочем, трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобней и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец, они достигли края трубы и уселись. Они очень устали. И было отчего. Небо, усеянное звездами, было над ними, а все домовые крыши — под ними. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, что свет так велик. Она склонилась головкою к плечу трубочиста и заплакала. Слезы покатились ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса. Нет, это уж слишком, — всхлипывая произнесла она. Я не вынесу. Свет слишком велик. Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике, я не успокоюсь, пока не вернусь туда. Я пошла за тобой, куда глаза глядят. Теперь проводи же меня обратно, если любишь меня. Трубочист стал ее уговаривать. Напоминал ей о старом китайце и об обер-унтер-генерал-комиссар-сержанте Козлоноге. Но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Ну, что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало. И вот они с большим трудом стали спускаться по трубе обратно вниз. Нелегко это было. Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там было тихо, и они выглянули. Ах! На полу валялся старый китаец. Он свалился со стола, собираясь пуститься за ними вдогонку, и разбился на три части. Спина так вся и отлетела напрочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал. Ах, какой ужас! Воскликнула пастушка. Старый дедушка разбился на куски, и мы всему виной. Ах! Я не переживу этого! И она заломила свои крошечные ручки. Его можно починить, стал утешать свою любимую трубочист. Его отлично можно починить, только не огорчайся. Ему приклеют спину, а в затылок забьют хорошую заклепку. Он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много неприятностей. И дедушку починили. Он стал как новый, только кивать головы больше не мог. А пастушка и трубочист опять вскарабкались на столик, где стояли прежде. Вот как далеко мы ушли, с грустью сказал трубочист. Стоило беспокоиться. Вы что-то загордились с тех пор, как разбились, сказал старому китайцу как-то обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног. А мне кажется, что гордиться тут особенно нечем. Что же, отдадите вы за меня вашу внучку или нет? Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца. Они так боялись, что он кивнет. Но он не мог, хоть и не хотел в этом признаваться. Мне очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка. Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядом. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.